Большая энциклопедия природы Не отставайте, сейчас будет порожек Готовы? Прыгаем Давай, прыгай Давай, давай Что происходит? Простите Теперь у нас новая книга Истории медведя всегда такие интересные Такие же интересные, как и мы Где он? Я его не вижу Должно быть, он добрался до меда на пасеке Я так хочу послушать его истории Он идет, я вижу его Скорее прыгай Субтитры создавал DimaTorzok Вижу вы все в сборе Итак, сегодня мы открываем новую главу Большой энциклопедии природы Я расскажу про бойцовую рыбку Ах! 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 Я иду помогать отцу работать в поле. А ты собирай чайные листочки. Эта работа как раз для девчонок. Бедняжки. Они не могут достать ягоды. Держите. Если они едят ягоды, то им понравятся и листья. Ешьте, маленькие рыбки. Им нравятся только ягоды, глупышка. Сестра хотела накормить рыб листьями чая, отец. Ты собираешься засеять поле семенами, пап? Я могу тебе помочь? Не торопись, сынок. Работай аккуратно. Так хорошо? Прекрасно. По-моему, буря приближается. Нам лучше пойти в укрытие. Но дождь смоет наши семена. Мы ничего не можем поделать, сынок. Где же твой отец? Где же он? Почему он не вернулся? Вылезай. Вот так. Сынок, ты не голоден? Что тебя беспокоит? Семена смыла дождем. Это не твоя вина. Пошел дождь. Если бы я не вызвался помогать, ты бы закончил быстрее, чем пошел дождь. А теперь половина семян пропала. Брат, беги сюда скорей. Бабушка прислала тебе твой любимый овсяный пирог. Выглядит замечательно. Она говорит, чтобы ты не волновался. Все будет в порядке. Я надеюсь, она права. Она всегда права. Я должен поймать рыбу на ужин. Из этого выйдет отличный суп. Отец, отец! Бабушка принесла нам восхитительный овсяный пирог. Она говорит, что все будет в порядке. Бабушка права, сынок. Смотри, я поймал рыбу. У нас получится вкусный суп. Я поел рыбный суп. Отец, это куза, огненная рыбка. Мы не можем съесть ее. Это почему, сынок? Бабушка говорит, что ее нельзя есть. Это приносит неудачу. Я и забыл. Я думаю, мы должны отпустить ее в воду, отец. Ты абсолютно прав, мой мальчик. Мы должны торопиться, чтобы не было поздно. Тогда идите, дети, отпустите ее. Побежали, брат. Вы выпустили ее? Что-то не так. Она лежит над ней, не двигается. Я думаю, она просто устала и проголодалась. Дайте ей что-нибудь поесть. Может, ей понравится этот рис? Отец, мы пытались накормить ее, но она не ест. Лоха. Мы не можем бросить ее просто так. Я волнуюсь, отец. Я скажу вам вот что. Нужно послать сестру к бабушке. Если кто знает, что делать, так это она. Это она. Бедная Кузу, я так переживаю за тебя и за твою семью. Они так скучают без тебя. Брат, бабушка сказала, что есть одна вещь, которую мы можем сделать для Кузу. Что мы должны делать? Мы должны найти кустарник Лакшен, чтобы сорвать несколько его листьев и приложить к Кузу. Я сделаю это для Кузу. А где растет этот кустарник? На вершине горы. Но это очень опасно. Хм. Я принес рисовый уксус, который ты просил, сынок. Смотри. Кустарник Лакшен, где же он растет? Наверняка это он. Я нашел его. Я помогу Кузу. Где же мой непослушный ребенок? Помогите, помогите. Держись, сынок. Хватай меня за руку. Ты не поранился? Ты цел? Да, надеюсь, я не помял листья Лакшен. Бедная Кузу. Я уверен, она будет в порядке, сынок. Это все благодаря тебе и твоей храбрости. Иди и помоги рыбке, сынок. Нужно торопиться. Я горжусь тобой и твоим поступком, сынок. Чего же ты ждешь? Беги скорее. Брат? Ей стало лучше, брат. Я еще не знаю. Ура! Я так счастлив, что мне хочется летать. Давай прыгать, сестра! Уи! Ха-ха! Уи! Хи-хи! Ха-ха! Уи! Ха-ха! Ха-ха! Плыви! Спасибо вам! Я пригожусь вам однажды, вот увидите. Папа вернулся! Папа вернулся! Ха-ха-ха! Мы так волновались. Какое чудо помогло тебе вернуться, дорогой? Мне помогли дети, брат и сестра. Если бы не они, я бы умер. Я обязательно должен их отблагодарить. Они спасли меня. Если у них что-то случится, я помогу им своим волшебством. Их бабушки тоже. Благодаря её мудрости дети знали, что делать. Нужно подумать об этом. Они спасли меня. Я вам говорю. А, наконец-то. Ты снова дома, папа. Похоже, опять будет дождь. Приближается буря. Надеюсь, не такая сильная, как в прошлый раз. У нас последние семена. Что случилось, папа? Это ужасно. Что такое, дорогой? Дождь опять смоет все их семена. Я должен посмотреть, что там происходит. Надеюсь, не всё так плохо, как я думаю. О, нет. Это ещё хуже. Это катастрофа. Это была буря. Всё разрушено. Всё вокруг разрушено. Всё разрушено. Всё. Всё. Это очень плохо, правда, отец? Что же нам теперь делать? Как нам жить? Пришла моя очередь им помогать. Это, что я буду делать. Мадисон Кэр. У нас почти ничего не осталось. Но мы должны как-то жить дальше. Сейчас я их обрадую. Смотри, отец. Радуга. Кузу что-то бросил на нашу землю. Смотри, какой огромный редис. Мы сможем продать его за хорошие деньги. Как здорово! Но это ещё не всё. Всё получилось так, как я хотела. А теперь послушайте меня. Нужно кое-что сделать. Я никогда не видел ничего подобного. Эй, там, внизу! Это самый большой редис на свете. Мы сможем целый год кормить им всю деревню, сынок. Я вернулся! Всё в порядке, дорогой. Папа, расскажи нам. Всё просто потрясающе. Они собираются сорвать редис. И я вам говорю, когда они это сделают, очень удивятся. Очень. Очень. Что такое, папа? Не могу дождаться, когда увижу их лица. Не могу дождаться, когда увижу их лица. Нужно проехать. Откры jaką. Холк. Холк. А-а-а! Это самые замечательные фрукты и овощи в мире. Похоже, богатство решило заглянуть теперь и в наш дом. Интересно, как будут расти эти семена? Земля стала сильной, всё растёт. А-а-а! Мы отлично поработали, мои дорогие. Теперь этой семье не грозит ни бедность, ни горе. Сегодня вечером мы обязательно должны провести торжественную церемонию, чтобы поблагодарить богов за их помощь. А особенно Кузу. Ведь это он сотворил это чудо. Конечно! Именно ему мы обязаны тем, что теперь у нас есть всё, о чём можно мечтать. И он хочет овощи в нызь. Ха-ха-ха! Л considered! Уи! 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 Все получилось замечательно. Теперь они будут счастливы всегда. Я очень этого хочу. Они спасли мне жизнь. Они заслужили счастье. Это хорошие люди. Спасибо им. Кажется, скоро дождь пойдет, сынок. Но теперь он нам совсем не страшен. Ты абсолютно прав. Расти! Этим редисом мы сможем накормить всех в округе. Сейчас я сорву эту огромную кукурузу. Я забыл ключи дома. Нет. Вы обязательно должны это увидеть, мои дорогие. Музыка Спасибо за все, дорогие друзья. Спасибо, Кузу! Сиамская бойцовая рыбка. К какому виду животных они относятся? Бойцовые рыбки относятся к отряду оконеобразных рыб. Это очень красивые рыбки и имеют нежный, красноватый окрас и длинные плавники. Какие виды бойцовых рыб существуют и где они обитают? Бойцовые рыбки принадлежат к виду бета-спелнденс. В наше время они встречаются по всему миру, как популярные аквариумные рыбки. В естественной среде эти рыбки живут в Таиланде, Малайзии и Вьетнаме. Как они живут? Бойцовые рыбки предпочитают теплую воду. Они имеют способность использовать для дыхания атмосферный воздух, поэтому содержание кислорода в воде не имеет значения. Как они передвигаются? Как и подавляющее большинство рыб, бойцовые рыбки плавают в воде, грациозно помахивая своими длинными красивыми плавниками. Что они едят? Растительную и животную пищу, которую находят под водой. Как они защищаются? Характер у бойцовых рыбок очень агрессивный. Именно поэтому двум садцам нельзя жить в одном аквариуме. Как они относятся к человеку? Бойцовые рыбки не боятся людей. Общаясь с ними, те подходят близко к аквариуму. Могут ли бойцовые рыбки жить в городе? Да, их часто можно встретить в городе и, конечно же, в аквариумах. И так, вы все усвоили? Мораль всей истории такова. Помогает другим от чистого сердца, и удача не заставит ждать себя. О, смотрите, кто к нам спешит. Я помню вам сначала чуть-чуть по вкусу, и удача не заставит. Я вам сейчас спешит. Так, а не заставит все ещё конец. Растительной серии. Удача. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok